Сядут за парты не по звонку. Сегодня в Казанском национальном исследовательском технологическом университете пройдут лекции для старшеклассников из Сабинского района. В УЗИ такая практика существует несколько лет. Особое внимание профессора уделяют одаренным детям. Как готовят кадры со школьной скамьи. Об этом сюжете. На химию Алии Гараевой цепная реакция. Чем дальше по учебнику, тем выше спрос. Школьных занятий уже недостаточно. Катализатором стали лекции в УЗИ. Результат осел в исследование кристаллов. Тема жидких кристаллов, которая была тема исследовательской работы, в школе не проходит. Поэтому я специально проводила урок в нашем классе, для того, чтобы показать это моим отоклассникам. Они элементы одной периодической системы. Около 7 тысяч одаренных детей составляют базу технологического университета. Словно лакмусовой бумагой таковых выявляют во время Олимпиад и конференций. После под свой контроль их берут ученые умы. Сначала нужно их диагностировать, а потом нужно с ними работать. Один из них это университетские профильные классы. Это то есть классы, в которых углубленное изучение, например, химии или физики проводят наши профессора. На поддержку талантов ВУЗ получил грант 5 миллионов рублей. Программа расписана на несколько лет. В этом году предстоит запустить специальный сайт. В 2013-м университетский продукт выйдет серийное производство. ВУЗ намерен поделиться опытом с другими регионами. Это позволит в разы увеличить списки потенциальных студентов. А на газету Венера Мухаммедова, Илья Савельев, Вести, Татарстан.